На заседании правительства Тверской области подвели итоги отопительного сезона в нашем регионе. Но самой актуальной темой стало обсуждение подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Натальи Чекет. Отопительный сезон во всей Тверской области завершился на прошлой неделе. Он стал самым продолжительным за многие годы. И несмотря на то, что зима оказалась достаточно теплой, причиной продления отопления стали низкие среднесуточные температуры нынешней весной, которые не позволяли завершить сезон раньше. Нынешний отопительный период обошелся без массовых и затяжных отключений тепла в жилых домах и на социальных объектах. В целом, в сравнении с предыдущим отопительным периодом, количество технологических нарушений на сетях снизилось на 3%. За этот год удалось более качественно подготовиться. Создан дополнительный резерв. Также у нас находятся в достаточном количестве все запчасти, материально-технические средства. И, наверное, отдельно надо обратить внимание на то, что процесс газификации, который сейчас активно продолжается в Тверском регионе, даст нам возможность построить уже в этом году новые котельные, новые блочно-модульные котельные, которые будут работать. В своем докладе министр энергетики и ЖКХ Тверской области Александр Цветков отметил, что при поддержке региональной власти муниципальными образованиями проведены работы по повышению надежности системы теплоснабжения. Этому способствовал ряд подготовительных мероприятий. С 2017 года область оказывает поддержку муниципальным образованиям, которые проводят капремонт и модернизацию объектов ТЭК. За период с 2019 по 2020 года в регионе отремонтировали 115 котельных, привели в порядок более 71 километра тепловых трубопроводов и 37,4 километра сетей водоснабжения. На будущий отопительный сезон губернатор поставил несколько ключевых задач перед работниками жилищно-коммунального хозяйства. Первое – это процент получения паспортов готовности. У нас сейчас он составляет 77-78% по итогам прошлого года. Мы сейчас стремимся к 90%. Второе – показатель лета, который ставится перед нами, это, конечно, сроки, соблюдение сроков подготовки всех наших объектов ЖКХ. К 1 сентября должна быть завершена максимальная подготовка по воде, по водоотведению и по теплу, и, соответственно, мероприятия по газу. 15 ноября – это срок завершения получения всех паспортов готовности в наших муниципальных образованиях. В текущем году будет усилена работа с муниципалитетами, у которых были проблемы при подготовке к отопительному сезону в прошлом году. Особое внимание будет уделено проверке технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлическим испытаниям и промывке сетей, формированию нормативных и резервных запасов топлива. Губернатор напомнил о необходимости поставить на контроль выполнение полного комплекса работ по подготовке к новому отопительному сезону, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Также губернатор поручил Министерству энергетики и ЖКХ совместно с главами администрации держать вопрос подготовки на постоянном контроле. Губернатор поручил Министерству